Изо всех сил борется за здоровый образ жизни София Ахматгареева. Опытом с молодым поколением щелковских спортсменов делится трехкратная чемпионка мира по армрестлингу. Вот уже пару месяцев такой проект реализуется на базе детско-юношеской спортивной школы. В городе проходят мастер-классы по одному из самых контактных видов спорта, в которых может принять участие любой желающий. Борьба заключается в том, что мы должны раскрыть рычаг нашего соперника. То есть в любом положении мы должны его раскрыть. Локоть в удобном положении, не отрывается от стола, кисть ровная, захват четко по центру. В технике, казалось бы, элементарных движений не так мало правил, чтобы сделать борьбу красивой и эффективной для ваших мускулов. Проект, разработанный щелковской дюзши, для популяризации армрестлинга не требует дорогостоящего оборудования или экипировки. Только желание быть в тонусе и побеждать. Вы сами видите, инвентаря минимум, с одной стороны, очень доступный вид спорта, но в то же время, как вы поняли, исходя из того мастер-класса короткого, который София дала, все это требует определенной подготовки, есть определенная техника, качаются, видимо, закачиваются определенные группы мышц. Попробовать свои силы под руководством опытного тренера пришли многие, как взрослые фанаты здорового образа жизни, так и начинающие спортсмены. Вдохновил пример мировой чемпионки и юных волейболисток из щелковской дюзши. Это на самом деле очень интересный новый опыт, это не лишним будет, просто попробовать. И тем более таким хорошим объясняющим, как София, очень интересно. Наблюдая за наше плачевное состояние подъездных помещений, я понимаю, что это дети. Дети, которым некуда девать свою энергию, им нужно куда-то ее девать. Им не хочется заняться этими детьми, не даже с финансовой стороны, а просто, чтобы они так же бежали, как и я в свое время, к своему тренеру и преподавателю, чтобы встречали на улице и улыбались. Такие мастер-классы при поддержке Щелковской спортивной школы София планирует проводить регулярно, но в перспективе организовать собственную школу. Вообще хотелось бы, конечно, сделать школу, сделать базу, чтобы дети уже вышли на уровень. Для начала Мособласти, Москва, а там недалеко Россия, Европа, мир.